Это инструментом, который очень сильно актуален и нужен педагогам в обучении подростков и детей, тоже не только в обучении взрослых. И этим с вами я сегодня с удовольствием поделюсь. Я вас призываю активно участвовать, потому что тема эта очень глубокая, она непростая, но я постараюсь, что мы в нее легко зашли, может быть, немножко в игровом таком формате, насколько нам позволяет время. И я буду периодически вам задавать какие-то вопросы, призывать вас применить то, о чем я говорю, к себе, к вашей практике, к вашей профессиональной деятельности. Пожалуйста, включайтесь, пишите в чат. Чат – это очень хороший способ для нас взаимодействия, для меня видеть, что я разговариваю не сама с собой с экраном, а что я получаю какую-то обратную связь от вас. А самое главное – польза для вас возрастает многократно. Ну что же, перейдем. И я сразу, вы знаете, я активно использую в работе метафорические карты. И поэтому, чтобы мы сразу с вами перешли, собственно, к дистанционному обучению, я попрошу вас посмотреть на эти три карты. Это три карты метафорические из… Здравствуйте всех, приветствую, кто в чате. Три метафорические карты из моей игры «Гуру цифрового общения». Подумайте, рассмотрите их внимательно. И выберите одну из карт, вот я вижу, уже коллеги начали выбирать, которая лучше всего отражает, что для вас дистанционное обучение. Я попрошу не только написать в чате цифру, вот как уже многие самые активные из нас сделали, а буквально цифру и пару слов «почему». Что вы видите на этой карте, потому что ассоциативное мышление так у нас и включается. Мы можем смотреть и выбирать одинаковую карту, но видеть немножко разное. Именно ваши комментарии, почему эта карта, что для вас дистанционное обучение, самое ценное сейчас. Итак, я вижу, у нас пошли ответы. Большинство выбирает пока третью карту. Ну вот вторая и третья. Первую пока, я вижу, никто не выбирает. Очень интересные и полезны ваши комментарии. Вторая карта, я кое-какие буду зачитывать. Большие возможности, дистанционное обучение, большие возможности, действительно. И для педагога, и для учеников, для слушателей. Живое общение под вопросом. Зажато. Да, Мария, спасибо. Это вот вы прям зрите в корень того, что мы будем сегодня обсуждать. Потому что мы, конечно, будем подсвечивать те различия, которые есть у дистанционного обучения, по сравнению с очным обучением, которому мы все-таки более приучены с рождения, которое нам более естественно, понятно и так далее. Ну, коллеги, жду еще от вас, что для вас дистанционное обучение и ваши комментарии. Презентация, кстати, у вас будет. Поэтому можно будет потом еще поразмыслить, поразглядывать и, может быть, пообсуждать со своими студентами этот вопрос. Жду буквально пару секунд. И пока вы пишете, прокомментирую, а что же для меня дистанционное обучение. Вы знаете, для меня, наверное, третья картинка в большей степени. Поясню, почему. С одной стороны, дистанционное обучение дает для меня, как для педагога, какое-то чувство защищенности, что я в домике. Если человек не 100% экстраверт, то это очень такое обнадеживающее, создающее безопасность ощущение. Но при этом мне постоянно нужно из этого домика куда-то вылезать, смотреть, и вокруг бушует вообще стремительный внешний мир. Вот реально похоже на то, что Ольга написала, информация всего мира из разных источников муравейник. И мне нужно, находясь в этом домике, казалось бы, безопасном, эффективно этим всем джонглировать. И вот это квест и интерес, и насторожность, то есть такие классические смешанные чувства. Такое непростое отношение. Ну что же, здорово. Спасибо тем из вас, кто прокомментировал более развернуто свой выбор. Переходим тогда дальше. Итак, вы уже, как я понимаю, не понаслышке знаете, что такое дистанционное обучение. Проводите сами. Наверняка были слушателями в рамках дистанционного обучения у других педагогов-преподавателей, в том числе на этой платформе, Директ-Академии. Попробуйте сформулировать, прежде чем я вам дам свои тезисы, которые я подготовила к этому вебинару, исходя из своей практики, в чем же сложности дистанционного обучения. Вот то, что сложное по сравнению с сочным. Ваше видение. Естественно, субъективно, но это очень важно, чтобы мы попытались сейчас сформулировать. Буквально 5 секунд у нас время поджимает на то, чтобы осмыслить, подумать, окинуть взглядом ваш опыт, разные случаи, которые происходили, сложности, возможности, с которыми сталкивались вы. Я прошу вас написать в чате. Нет живого. Я буду некоторые комментарии зачитывать. Нет живого контакта с аудиторией. Виктория, спасибо большое. Будем об этом очень много говорить, потому что, естественно, эмоциональный интеллект – это в первую очередь про эмоции, значит, про человеческое, про теплое, живое. Удержание внимания, да. Сложности с удержанием внимания – это прям в точку. Дом чая-раслабуха, а тут препод. Да, действительно. Дом чая-раслабуха иногда называется это синдром котлет еще. Также, когда, казалось бы, легкое, комфортное, а что-то здесь отвлекающее. И даже если мне нравится это обучение, моя концентрация внимания, естественно, падает. Это не так же, как и когда я нахожусь в лекционном зале. Вовлечение, мотивация, эмоциональность – все, все вы подмечаете. Самое такое актуальное. Держать каждого обучающего в тонусе не всегда возможно общаться с каждым. Да, здесь внимание, энергия преподавателя в дистанционном формате распределяется совсем по-другому. Даже если группа небольшая, даже если видео у всех включено. Отсутствие визуального контакта с аудиторией. Точно. Заметим, что даже когда видео включено, вот сейчас только я на вас смотрю, да, но я не вижу ваш глаз. Если бы у нас была небольшая группа, я могла бы призвать вас, попросить, рекомендовать, настоять, приказать, включить видео. Но даже это не дает полноценного визуального контакта. Визуальный контакт другой, чем это было бы в очной аудитории. Ну что же, отлично. Сейчас на следующем слайде я вам предложу некоторые сложности, которые я выделила в ходе общения со своими заказчиками, в ходе опросов, исследований. Я уже более двух лет занимаюсь исследованием как раз цифрового общения, в том числе обучения в дистанционном формате. И поэтому кое-что, конечно же, уже накопилось. Многое из этого вы, кстати, перечислили, но не все, поэтому, надеюсь, будет полезно. Прокомментирую. Итак, какие сложности дистанционного обучения уже на поверхности, они уже есть? Ну, во-первых, нет контроля физического присутствия. То есть, когда вы находитесь в аудитории, и спасибо тем, кто дописывает в чате, когда вы находитесь в аудитории, вы просто физически своим присутствием видите всех тех, кто пришел, и в процессе обучения вы за ними осознанно, неосознанно наблюдаете. И вот такой вот часто слабо осязаемый, но эффективный контроль просто физического присутствия, он есть. Все, что касается дистанционного обучения, даже если вы периодически обращаетесь к аудитории, просите что-то ответить, заставляете держать включенное видео, все равно такого контроля физического присутствия нет. Человек может параллельно действительно заниматься другими делами. Многие школьники, студенты, особенно этим грешат, как известно, могут параллельно с трех гаджетов одновременно смотреть, то есть слушать вашу лекцию, заниматься по ней на ускоренном режиме 3.0, параллельно смотреть фильм, и третье еще в соцсетях что-то отслеживать. Это все совершенно нормально происходит, даже у отличников. Итак, хуже транслируется энергия педагога. Вот вы много говорили про контакт, про вовлечение, это же двусторонний процесс. То есть с одной стороны, действительно, все то, что у вас, если вы, например, природный харизматик, вы отлично держите с аудиторией, чувствуете своих слушателей-студентов. В очном формате, это вот как вы находитесь в состоянии потока, это происходит естественно. Если у вас это есть, если это ваше призвание, на самом деле, обучать других людей, то в дистанционном многие замечают, что те, кто, педагоги, были прекрасными звездами очного обучения, почему-то в цифровом формате вот часть этой своей харизмы преподавательской теряют. И пока мы это не осознаем в полной мере, за счет чего это происходит, нам тяжело эти дыры, которые энергетические, залатать. Поэтому наша задача основная вот этого вебинара, и потом, если вы придете на курс ко мне, сделать стопроцентную осознанность в сфере цифрового общения и понимать, где ваша энергия хуже транслируется, почему, и с помощью определенных лайфхаков, иногда технических каких-то совершенно способов залатать вовремя эти дыры, чтобы вы напрасно не тратили. Вот про выгорание Екатерина абсолютно. Здорово, что вы это осознаете, понимаете. Выгорание – это вещь, которую нужно вовремя отсечь, понять, потому что на земле много что можно сделать. И вот, с одной стороны, ваша энергия хуже транслируется, а с другой стороны, и вам, это же взаимный процесс, энергообмен, да, вы даете, и вы получаете. Если человек на своем месте, если его призвание преподавать, то он очень много от группы получает и восстанавливается в этом процессе. Так вот, в дистанционном обучении значимая вот эта обратная связь в ваш адрес гораздо меньше. Даже если ученикам очень нравится, что вы преподаете, даже если они вот просто, открыв рот, слушают, они как раз могут очень сильно открыть рот и слушать, но вам перестать подавать вот эти вот сигналы о том, что да, классно, я как раз вот открыл рот аж от изумления, даже не успеваю все записывать. Соответственно, вы не чувствуете обратной связи, а это похоже на игру в пинг-понг. Чтобы вам адекватно ответить, вам надо почувствовать, как поданный до этого вами мячик отразился от ракетки того, кто его получает, да, в зависимости от скорости обратного удара, вы понимаете, ага, вот так они меня внимательно слушают, вот так я их, может быть, расшевелила, спровоцировала, вот так мне надо дальше действовать. А здесь, получается, вот эти мячики часто ваши летят и куда-то там проваливаются, не получая обратный ответ. Это, конечно, очень сильно усложняет. У кого-то получается супер, отлично, но вот кайф – это то, чего надо постоянно поддерживать, себе удовольствие. Это обязательно. Нагрузка времена, про это будем говорить. Нет чувства локтя. Это для всех, и для преподавателей, и для обучающих. Потому что, когда мы находимся вместе, много, вот это очень сильно связано с пятой сложностью, нет неформальной среды обучения, то, что напрямую вроде бы не связано с результатом, с тем, чего мы хотим добиться, и к чему идут сами ваши обучаемые. Но тут в очном обучении во время лекции один у другого может что-то подглядеть, переспросить, уточнить. Здесь он может пошутить. Просто вот они рядом сидят, и если вот есть такое вовлеченное напряжение, энтузиазм, азарт, он тут же незримо передается всем. В дистанционном обучении этого нет. То есть все разрозненные, возникает такой вакуум, и это нужно очень важно учитывать. Вот классно, что кто-то пишет, Анна, что дистанционно больше по сердцу, у него действительно большие плюсы есть. Мы к этому обязательно перейдем. Мы просто начали со сложностей. Тяжкий крест цифровых следов. Ну да, потому что чаще всего идет видеозапись. Остаются цифровые следы, даже если запись не сохраняется, даже если чат не сохраняется, ученики могут делать скриншоты, ученики сами могут делать запись с экрана. Это все накладывает дополнительную ответственность на педагога, что вы говорите и как. Часто многие чувствуют, сдерживают себя там и по стилю подачи материала, и тоже теряется немножко харизма. Но это может напрягать, это нужно понимать, что это тоже цифровой след может создавать определенные сложности. Зависимость от технического сопровождения. Но это то, с чем мы столкнулись с вами в самом начале сейчас моего вебинара. Когда вдруг мы с Татьяной все протестировали заранее, видео работало, все работало, гаджет я не поменяла. И вдруг почему-то при включении выхода моего в эфир почему-то видео не случилось. Слава богу, перезаход вебинар помог. Но это, конечно же, напрягает. Человек подготовился, вы с прекрасной программой, ваши слушатели – это те, кому это нужно, они дико вовлечены. И вдруг что-то не так идет с интернетом, с техническим сопровождением. И все вот это самое теплое, человеческое, важное, профессиональное, то, что годами нарабатывалось, летит в тар-тарары. Вы просто не можете передать ни свою энергию, ни свои знания, ничего. Поэтому это, конечно, очень сильно усложняет. В очной аудитории такого нет. Вы можете безо всего, если даже нету там ни ручки, ни доски, ничего, просто транслировать то, что вы хотите. И от опытного педагога безо всяких технических сопровождений ученики будут брать, впитывать, не знаю, на салфетках записывать и так далее. Да, конечно, в 2020 году у нас был резкий переход, когда нас окунули в ледяную воду и сказали, плывите, да, кто выпал, тот выпал. Ну и, наконец, еще одна такая сложность – временное давление и повышенная утомляемость. Да, то есть все дистанционные форматы, они требуют от нас уложить стандартную программу многочасовую вот вместо в маленький-маленький такой временной промежуток. Людям часто, они отмечают, тяжелее воспринимать привычные слоты по информации, да, нужно делать больше каких-то перерывов, повышенную утомляемость и у спикеров, и того, кто слушает, все, конечно же, надо учитывать. Ну, мы пойдем с вами дальше. Возможно, я спровоцирую вас и дальше думать, может быть, со студентами, кстати, дальше обсудить, что еще такое есть сложного в дистанционном обучении. У нас программа большая, нам надо с вами еще много чего успеть, поэтому идем дальше. Итак, нам важно понять, так как мы про эмоциональный интеллект, что же, куда же пропадает энергия в дистанционном обучении, потому что нам с вами очень важно, чтобы энергия педагога ваша, как человек, который транслирует знания, провоцирует развитие, поощряет, вдохновляет и так далее, чтобы это было, чтобы сохранялась энергия группы, чтобы тогда процесс обучения идет естественно, легко, это как волны в океане. он не энергозатратен, он приятен, он в кайф, в удовольствие всех участников. Вот на схеме вы видите мир эмоций, ну, теории эмоций, на самом деле, очень много, я исхожу из теории эмоций Роберта Плучика, я чаще всего использую ее в своей работе. Роберт Плучик объяснил эмоции с точки зрения эволюции. Мы подробно, не будем сейчас на этом останавливаться, потому что это очень глубокая тема, и все это подробно будет рассматриваться в рамках курса «Эмоциональный интеллект в дистанционном обучении». Сейчас мы просто по верхам, чтобы вы поняли, о чем и как. Итак, Плучик сказал, что на самом деле нет плохих, хороших эмоций, в том числе у нас с вами для обучения. Все они хороши, нужно просто понимать, какая эмоция для какого типа деятельности педагогической подходит и умело ее использовать. Вот как серферы ловят волну, и на этой волне используют энергии волны, быстрее идут к той точке, куда они направляются. А вот сейчас посмотрите, пожалуйста, на эти эмоции. Тут восемь веток, они соответствуют восьми базовым эмоциям, я вам скажу, какие они. Слева направо злость и страх базовые эмоции. По интенсивности они отличаются просто в рамках ветки, то есть, например, где злость, вы видите, досада, гнев. Это тоже самое, просто меньше или больше интенсивности. Итак, злость, страх, базовые эмоции. Потом сверху вниз у нас радость и печаль, тоже базовые эмоции мощные. И пошли две пары базовых эмоций посложнее. Правый верхний угол и левый нижний угол. Доверие и отвращение, это пара базовых эмоций. И, наконец, другая диагональ, это интерес и удивление. Это тоже пара базовых эмоций. И вот какие-то из этих эмоций эмоций дают нам энергию, дают энергию для обучения, какие-то забирают. Попробуйте сейчас в чате написать прям быстро, как вы думаете, за счет каких эмоций, преобладания эмоций энергии как раз пропадает в дистанционном обучении. Каких эмоций не хватает или каких становится слишком много. Как вы думаете, если посмотреть и так практически наугад сказать, как вы думаете, в каких эмоциональных ветках как раз энергия пропадает. Рассеянность, тревога, да. Тревога и у педагога за техническое все вот это вот. Да, рассеянность, правильно совершенно. Скука, да. Как вы видите, скука, пока вы пишете, я буду дополнять, скука находится в той же ветке, где неудовольствие и отвращение. Она вроде бы низкой интенсивности, скука, да, но это предвестник как раз выгорания. Когда обучение неинтересно, ну просто вот, ну физически тяжело себя заставить сидеть и это слушать, да. Ты отвлекаешься, и даже если ты понимаешь, что тебе это надо, у тебя это очень много энергии забирает. Гнев, тревога, да. Гнев – это как раз высокая интенсивность. Он может раздражать и ученика, кстати, и учителя очень сильно что-то. Лень. Но лень – это не эмоция, да. Это скорее наше такое состояние, это не эмоция, но ей как раз сопутствует часто скука, как эмоция. Равнодушие, нет мотивации, да. Вот нет мотивации – это скука. Понимаете, вот близко к скуке есть такие эмоции, тоже низкоинтенсивные, как, например, там грусть, растерянность, интерес, кстати, он не всегда выглядит, что человек вот так вот потирает руки вперед. Часто такая спокойная, да, эмоция. Безмятежность и принятие. Вот казалось бы, они все низкоинтенсивности, но они совсем о разном. Если принятие – это спокойная, такая профессиональная, спокойная профессиональная работа, то как раз скука – это равнодушие, нет мотивации, и она, вот как знаете, лодка плывет, в ней маленькая трещинка, и человек не замечает, что наполняется водой, и все вот это вот куда-то там не вперед плывет, а куда-то топнет. Не то. Страх, досада, скука. Да, вы правильно совершенно сказали. Вот Евгения классно написала, что если ребенок, то важны радость, узнавание, ожидание, интересное восхищение. Да, это дело в том, что всем важно. Вот здоровые эмоции, эмоциональный интеллект – это и про здоровые эмоции, а не о том, что мы все присутствуем во всех этих восьми ветках. Все восемь базовых эмоций у нас есть. В течение дня часто мы испытываем разное. В зависимости от темперамента, от характера, мы где-то почаще зависаем, каких-то эмоций будет побольше, но здоровые эмоции – они про то, что у нас есть все. То есть даже если у нас есть тревога, даже если есть скука и так далее, мы восстанавливаемся в радости, у нас есть моменты доверия, и также работают ваши группы, у которых вы преподаете. Абсолютно. Если у вас здоровая среда, эмоционально-индивектуальная, на вашем курсе создана, то тогда ученики, они могут поскучать. Скука часто бывает полезна, мы об этом на курсе будем подробно говорить, и не всегда надо от нее бежать. Но обязательно есть моменты и радости, и интереса какого-то азарта, иногда и какой-то злости, дискуссии с преподавателем. То есть разное, мы не зависаем. Но в дистанционном обучении вы правильно сказали, вот все те эмоции, которые вы перечислили, их становится больше. И как мы заметили, вы чаще всего говорили, вот кто-то привел гнев, только как высокоинтенсивную эмоцию. Но чаще всего эти эмоции все низкоинтенсивно. И вот они делают так, что все участники процесса вязнут. То есть очень тяжело испытать какой-то восторг, восхищение. Ученикам тяжело присоединиться к вашей харизме, если вы такой эмоциональный преподаватель. То есть все, вот то, что раньше нам дарило много эмоций, оно, если остается в дистанционном обучении, то становится как будто такое более блеклое, такое не такое интересно, нет там такого заряда. И это все обязательно нужно учитывать. То есть где-то накачивать эмоциями, даже искусственно, чтобы было здоровое кипение вот этого бульончика, бульончика обучения, азарта, вовлечения. Мы же об этом. Ну, два слова, собственно, о том, что же такое эмоциональный интеллект. Я вынесла это в название вебинара, и хочется остановиться на определении. Сразу скажу, я сертифицирована в рамках научной концепции Ельцкого университета. Чаще всего эмоциональный интеллект на устах, так как его понимает Голлман. Ну, я сразу говорю, что Голлман как журналист в свое время пришел на лекцию в Ельцкий университет, услышал вот эту академическую концепцию, понял, что люди хотят как-то научиться измерять эмоциональный интеллект, они в итоге научились. Понял, что как-то они скучно это подают, неинтересно, никому такой эмоциональный интеллект не будет нужен. Он немножко переработал как журналист, поменял немножко ветки эмоционального интеллекта, чуть переформил и издал прекрасную книгу, которая сделала это понятие популярным во всем мире. Поэтому теперь все знают про эмоциональный интеллект, хотят его развивать в корпорациях, в педагогике, в личной жизни. То есть всем понятно. За это Голлману большая благодарность. Но изначально в академических кругах эмоциональный интеллект уже 30 лет назад появился как понятие, и он означает следующее. Измеряемая способность для нас это значит, что его можно как-то измерить. Есть тесты на измерение эмоционального интеллекта, мы сейчас на этом не будем останавливаться, но они есть. Я сама в своих группах их активно применяла и видела, что те, кто дисциплинированно, последовательно, как спортсмен, развивает свой эмоциональный интеллект и использует определенные упражнения, достаточно легкие, но каждый день дисциплинированно. У тех эмоциональный интеллект в перспективе 3-6 месяцев действительно вырастает. Человек может выйти из зоны средних значений, высокие. И для вас, как педагогов, это тоже очень актуально. Это способность, то есть благодаря нейропластичности мозга мы понимаем, что и во взрослом возрасте эмоциональный интеллект можно развивать. Мы сейчас не говорим о том, что то, что выросло, то выросло, и так оно останется. Нет. Если вы займетесь этим, поймете, что это важно для вашей работы, чтобы опять же получать кайф в дистанционном обучении, это можно в себе развить. Это такая интеллектуализация эмоций. Итак, это способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях. То есть вы не просто считываете, что там ваша аудитория, которую вы преподаете, вдруг там загрустила или заскучала. Вы понимаете, что это значит. В каждой эмоции заложена определенная информация для вас, как для педагога. Что это вам нужно делать? Определяете значение связи друг с другом. То есть вы понимаете, так этот заскучал, этот затревожился, тот тоже заскучал, у этого уже пошло неудовольствие. Вы понимаете, как это связано друг с другом, как это влияет на общую атмосферу. И вы используете эту эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия решений. Вот это самое главное. То есть мы не просто говорим об эмоциях, тратим на это наше время, любуемся ими, проговариваем их и так далее. Мы понимаем, как эти эмоции влияют на наш результат обучения, на вовлеченность участников, и можем от этого корректировать те методы, которым вы даете информацию. Как вы поддерживаете вовлеченность, как вы работаете с этим эмоциям. Вот это самое главное в эмоциональном интеллекте. И, соответственно, согласно научной концепции Ельского университета, подробно мы об этом будем говорить на курсе, я сейчас вам очень кратко говорю. Есть четыре ветки эмоционального интеллекта. Мы все будем развивать. Сразу скажу, что хорошая новость, эмоциональный интеллект у всех есть. Мы не с нуля стартуем, естественно. Измерения показали, что чем более опытный педагог, чем более эффективный, любимый студентами, тем у него обычно высший эмоциональный интеллект уровень. Но все равно его можно развивать. Итак, четыре ветки, они все касаются и моих эмоций, и эмоций другого человека, то есть эмоций ваших слушателей, учеников, ваших групп. Первое – это идентификация. У меня назвать. Просто назвать. Мы ничего не делаем, но просто понимаем. Ага, вот они заскучали, вот они затревожились, вот я разозлилась. Вот как-то. Просто назвать как-то. Поэтому будем развивать панетийный аппарат. Второе – это понимание. Когда мы не просто называем, но мы понимаем, что за этим стоит, какая причина. Ага, я вот разозлилась почему-то на своем классном вебинаре. Я не разозлилась, я условно, да? Почему я разозлилась? Где нарушились мои границы? Или я заметила, что растерянность почему-то, хотя они должны бодро скакать дальше, вперед к новым упражнениям. Почему у них растерянность? Где что-то пошло не так? Третье – это использование эмоций. Это самая сложная ветка с точки зрения нашего менталитета. Это когда мы понимаем, что не всегда с эмоцией надо бороться. Я как человек, который преподает, понимаю, что эмоции моей группы, даже часто там какие-то негативные, условно, они очень могут мне помочь. Условно, лучше мне немножко взбудоражить, расшевелить группу где-то, чтобы они со мной не согласились, поспорили. Это гораздо лучше, чем они будут скучать с выключенным видео и пить чай, мешать свои котлеты. Я понимаю, как энергию эмоций определенных использовать для моего результата, чтобы была концентрация, чтобы был азарт, чтобы был интерес, чтобы была мотивация. Вот это про использование. Естественно, новый важный элемент эмоционального интеллекта. И, наконец, управление эмоциями. То есть я понимаю, что не всегда эмоция полезна конкретно сейчас для моих задач обучения, в том числе моя. Я, например, подключаюсь к вебинару и словила, поймала себя, что вот сейчас у меня какая-то... Я для примера у меня вообще не такая... Что почему-то у меня какое-то минорное настроение, какая-то грусть, печаль, а может быть вообще фрустрация меня как-то вот накрыла. А я должна сейчас студентов вдохновлять, воодушевлять, чтобы они там дальше не смогут, не пойдут, не поверят они мне. Нет правды жизни в этом. Тогда я должна уметь управлять эмоцией своей или эмоцией группы. То есть я должна какую-то технику применить, чтобы переключиться. Мы на курсе будем у меня 36 техник есть в игре только тренажеры эмоционального интеллекта. Будем активно эти техники проходить. И многие... У вас, во-первых, окажется библиотека этих техник, которые вы всегда в сложной ситуации сможете просто применить. Что-то из новенького, да, в эмоционально насыщенной ситуации. И плюс, ну, расширится арсенал ваших инструментов. Вот это концепция эмоционального интеллекта. Итак, мы говорили о сложностях. Некоторые из вас в чате разумно написали, а мне нравится дистанционное обучение. Мне, кстати, тоже очень нравится. Предлагаю вам сейчас написать. У нас мало времени. А в чем же плюсы дистанционного обучения по сравнению с сочным? Они тоже есть. Нам очень важно посмотреть с двух сторон. Жду от вас. После этого я поделюсь с вами своими наблюдениями. В чем плюсы дистанционного обучения? Ваше видение. Вы пока пишите. Я, с вашего позволения, сделаю глоток воды. В чем плюсы дистанционного обучения по сравнению с очным? Постарайтесь написать это побыстрее, потому что мы, к сожалению, очень ограничены. Вижу. Виктория. Можно без телепортирования побывать на разных мероприятиях, быстро переключаясь. Да, у нас происходит вообще разрыв шаблонов. У нас нет границ. Мы вот как на ковре самолете, действительно, без телепортации прекрасно можем увидеть то, что раньше бы физически не смогли. эффективность, сохранение материалов, мультипликативность. Точно, точно. Большое количество людей доступны с разных точек мира. Да. Экономия времени колоссальная. На дорогу. Да. Возможно, в большом мере зависит цифровые интерактивные технологии. Да. Все-таки технологии обучения разные, цифровые, интерактивные, они помогают вам вовлекать, помогают расшевелить группу, помогают лучше прийти с меньшими энергетическими затратами к вашим нужным результатам. Да. Супер. Спасибо тем, кто быстро откликнулся, написал. Те, кто не успел, я вас призываю, вы об этом потом подумайте, может быть, со своими студентами поразмышляете. Это очень классно услышать их. А что же для них плюсы дистанционно, в чем же они заключаются? Получение образования вне зависимости от места проживания. Точно. Итак, кое-что я выделила. Не все, но кое-что. Экономим время вы об этом сказали. Вот то, что я очень часто слышу и сама заметила. Ну, известно, что немного у нас есть людей, которые стопроцентные экстраверты или стопроцентные интроверты. Да, чаще всего мы смешанные какие-то. Так вот, все те, кто ближе к интровертам, они понимают, что для них все, что касается цифрового общения, дистанционного обучения, это абсолютно энергосберегающий формат. Все отмечают, как классно, меньше трачу вот своей энергии, легче гораздо, не захожу в ненужные конфликты, потом легче восстанавливаться, а часто вообще не нужно восстанавливаться, потому что энергия куда-то не уходит. Вот для определенного типа людей, если экстраверты, например, страдают, ну, где мне вот эта движуха, я хотела всех обнять, поцеловать, этого хлопнуть, этому подзатыльник, вот как-то так, то для интровертов это вот сам как формат очень хорошо изначально энергосберегающий. Возможность, тут написано, ускорять, повторять, параллелить, адаптировать скорость и подачу материала. То есть вот на самом деле последние исследования показали, что многие студенты ускоряют, 3.0 ставят даже адекватного быстрого педагога, параллелят это с другими источниками информации и никак это не влияет, такая многозадачность, рассеивание фокуса внимания никак не влияет на результат. То есть это большие плюсы для многих. Даже с котлетами иногда можно запараллелить и тоже не всегда это влияет на результат. Вот если мы в сложностях говорили, что цифровые следы были таким тяжким бременем, тяжким крестом, то они несут и свои плюсы. Вы тоже об этом сказали выше. Они улучшают обучение. Можно где-то сделать скриншот, можно пересмотреть запись. Много-много того, что облегчает работу преподавателя. Вот то, о чем вы не сказали, но скажу я, потому что это моя сфера исследования, возможность развивать цифровую эмпатию. Вот как ни странно, мне тогда коллега сказал, что такое цифровая эмпатия, я не могу понять. Я знаю, что есть обычная эмпатия. Да, цифровая эмпатия это еще не исследование явления, это возможность, способность чувствовать другого человека, чувствовать группу, когда вы общаетесь с помощью гаджета, то есть когда в цифровой реальности вы присутствовали. Например, так как мы сейчас с вами. Выяснилось немножко разное. То есть те люди, которые прекрасно чувствуют аудиторию и своих учеников в очном формате, не всегда так же хорошо чувствуют и вовремя распознают, что происходит в дистанционном формате. Вот поставьте огонечки, если вы тоже это где-то замечали за собой, за коллегами, в сфере не связанной с обучением. Вы замечали, что вот да, не всегда очный классный коммуникатор, такой же классный цифровой коммуникатор. Есть сильная специфика. Да, вот на самом деле это так. И если обычную эмпатию, например, нам развивать достаточно тяжеловато, особенно если там у кого-то она ноль, ну, те, у кого ноль эмпатии, они, конечно, не пойдут обучать других людей. Это точно не то место для этого человека. Но в очном формате это надо, чтобы вас кто-то записывал, чтобы вы потом пересматривали свои занятия и анализировали. То есть это очень тяжело. В диалоге вообще вы никак не поймёте, как вы себя ведёте, адекватно вы реагируете на то, что человек вам говорит или нет. Здесь вы просто можете, к примеру, периодически, раз в неделю садиться и просматривать свои чаты, смотреть, как наблюдатель со стороны, как вам пишут ваши ученики, как вы отвечаете, как соотносится эти стили просто коммуникации. Не выглядите ли вы резким, сухим педагогом, безэмоциональным, невовлекающим? Как это выглядит, когда вас нет рядом, когда на вас не смотришь, когда читаешь только ваши строки? Это совсем разное. И так как у нас сохраняют цифровые следы, как раз цифровую эмпатию при определённом фокусе внимания, который мы на курсе будем формировать, можно, нужно развивать, в том числе у ваших учеников, чтобы они лучше и вас чувствовали и помогали передавать вам эту энергию. Здесь уже техника у нас становится как подспорье, вы об этом писали. Ну и, наконец, здесь дискретное внимание, то есть, в принципе, эмпатия становится прерывистой, нам не надо постоянно вот так вот контролировать всю аудиторию. Контакт всё время разрывается, в этом могут быть определённые плюсы. Может быть, ещё какие-то плюсы дистанционного обучения есть, я вас призываю с вашими учениками, можете организовать дискуссию на эту тему, это точно будет полезно и способствует сближению и улучшению ваших результатов. Итак, именно эмоциональный интеллект это мощнейший инструмент для формирования цифровой культуры. Мы сейчас находимся с вами в удивительном времени, мы существуем. Если раньше, когда мы только родились, там были в детском садике, в школе, всё было понятно, кто был носителем культуры, кто был тем амбассадором. Наши преподаватели, наши воспитатели в детском саду, наши родители нам говорили и объясняли, как комфортно и принято общаться в обществе. Мне говорили, Катенька, ты, пожалуйста, со взрослым человеком первая должна поздороваться. Когда педагог заходит, ты должна встать, поприветствовать его. Это уважение. Нужно обращаться на «вы». На «ты» можно переходить в таком случае. За столом не нужно чавкать, потому что это многим неприятно, вызывает отвращение, человек потеряет аппетит. То есть какие-то вещи были понятны. Нас учили определённые люди. Но сейчас дело в том, что мы вместе все это удивительное время оказались на одной скамейке ученики вместе с учителями. Никто не знает и нигде не написано, как правильно. Как правильно общаться в чатах. Как правильно культурно вести себя во время видеособрания. Как правильно удалённо общаться с помощью электронной почты. Как это правильно делать. Потому что культура, она всегда базируется на комфортности общения, на отсутствии эмоций негативных, которые отвлекают. Мы так договариваемся общаться, в том числе в чате, чтобы не вызывать ненужного какого-то раздражения, чтобы не вызывать ненужных тревог, чтобы максимально не было искажения информации, чтобы мы быстрее шли к нашим целям. Так вот сейчас, если вы эту концепцию возьмёте себе, если вы просто осознанно к этому начнёте подходить и замечать, как те или иные ваши действия влияют на эмоции вашей группы учеников, и иногда обсуждать это с ними, может быть, с моей помощью на курсе, может быть, самостоятельно, то именно эмоциональный интеллект станет мощным инструментом для формирования цифровой культуры. Именно вы своими руками, с вашими учениками и будете договариваться о тех нормах цифрового общения, которые всем удобны, комфортны, которые только будут подталкивать вашу группу, ваши группы к лёгкому и классному обучению. Это вот такой один из важнейших тезисов, которые хотела вам передать сегодня. Итак, как я вам сказала, мы много будем говорить не только об эмоциях, эмоциональном интеллекте, есть же специфика медистанционного общения, поэтому будем говорить про специфику. И в том числе культурные нормы, разные нормы цифрового этикета, они позволяют нам понять что-то точечно лучше об аудитории, услышать разные точки зрения, ещё ближе приблизиться друг к другу, несмотря на расстояние и способствовать возникновению дополнительного доверия, что всегда хорошо для обучения. Я сейчас вам предложу вот такую норму. В ней не написано видео требования так или не так, как правильно, никто не знает. Вот вы просто прочитайте и ответьте в чате, как считаете вы ваш культурный выбор сделать. Видео требования. Да, если вы считаете, что слушатели и участники должны включать видео, это помогает спикеру. Нет, если вы считаете, что удобнее не включать, не стоит держать участников напряжения. Просто да, нет, как вы считаете. Все эти нормы, это из игры «Мои цифровой этикет», там более 40 норм таких для обсуждения. Это классный на самом деле фундамент, он на курсе будет для того, чтобы запускать очень интересную дискуссию с вашими студентами и лучше слышать. Вот смотрите, как даже здесь, хотя все собрались с педагоги в большей степени, вот Ольга, а вот в зависимости от ситуации, это классно, но представьте, вам нужно сделать выбор, либо да, либо нет. Вот скорее, что для вас. Даже здесь, смотрите, наши мнения разделились. И я вам скажу, что я неспроста эту карту именно сюда включила в наш вебинар, потому что на самом деле чаще всего она вызывает разногласия. Именно те нормы цифрового этикета, которые вызывают сильные разногласия, где много да, где много нет, они и есть те точки, те узкие бутылочные горлышки, о которых мы должны обязательно начать разговаривать и договаривать. Обязательно. Там, где есть единодушное мнение большинства, все, значит, уже есть обычай делового оборота, уже мы договорились, там уже есть цифровая культура. Все, то, что устраивает большинство. Там, где 50 на 50, вот это к жаркой дискуссии предстоит. Там и нужно дать высказаться фактически одной стороне, кто за да, почему за да, и другой стороне, кто за нет, чтобы они лучше начали слышать друг друга. Я вам здесь скажу, что в Америке проводили исследования как раз по поводу включения видеокамер в зуме, да, и выяснилось, что да, если смотреть с точки зрения спикера, то ему комфортнее с точки зрения его эмоций, вот ваших эмоций, когда ведете. Конечно же, чтобы видео было, чтобы вот я, допустим, видела все ваши лица, видела, ой, как много, вот этот улыбается, вот этот заскучал, вот этот отвлекся, ай-яй-яй, там Антоша. То есть, мне классно, я вижу от вас, у меня идет какой-то поток энергии, да, вот это обратная связь, которой часто не хватает. Но если посмотреть с точки зрения слушателя, участника, то как раз все наоборот. Очень часто людей напрягает требование включать видео. И выяснилось это, это не просто так, это не то же самое, как вот зайти и снять капюшон в аудитории. Нет, когда я требую от вас включить обязательно видео, чтобы оно всегда было, хотя у нас там лекционный формат, да, это то же самое, как будто бы в аудитории, в большой лекционной, я подошла к вам вот так близко, и всю лекцию смотрела на вас не мигающим взглядом. Я думаю, вы замечали, поставьте свои огонечки, что напряжен, что вот такой не мигающий взгляд человека в очном формате, это вызывает большое напряжение. То есть хочется сразу, даже если он вам приятен, отвести взгляд. Так вот, формат видео наш, он как раз дает вот это ложное ощущение, что я не смотрю на всех, ведь в обычном формате, когда вы видите лекцию или семинар, у вас взгляд блуждает, да, вы держите всех в фокусе внимания, ни на ком вот так долго, пристально не задерживайтесь. И это как раз дает вовлечение, контакт без напряжения. А вот это вот требование напряжения как раз дает ненужную, ненужную тревогу, иногда досаду, вот это вот напряжение, почему я должна не мигающим взглядом. Я хочу отвлечься там, может быть, выпить чай и лучше воспринимать, быть больше вовлеченным. И что за этим стоит? Это просто как одна из норм, вам для примера. Я с вами поделюсь, дело в том, что есть много явлений в сети, их 17 я выделила, которым тоже на курсе буду делиться, которые влияют уже очень сильно на ваших учеников и на вас. И когда вы развиваете свой эмоциональный интеллект, чтобы ваши курсы дистанционного обучения были лучше и лучше, давали лучший эффект и просто вау впечатлений для участников, вам нужно четко понимать, что же на людей влияет, почему они немножко другие и вы, и ваши слушатели. И вот парочку таких явлений я вам здесь привела. Йоу касание. Дело в том, что именно в дистанционном обучении, как и во всем цифровом общении, общении, в принципе, отключены основные каналы коммуникации. Нет невербалики и нет паравербалики. У двух сторон. Даже когда вы видео включаете, вот вы видите меня, казалось бы, я для вас просто говорящая голова, да, вы видите мою невербалику, но вы не видите моё положение в пространстве, да, вы не видите, как я зашла в аудиторию, как я хожу, мою позу. То есть у вас очень обрезанная информация. Если же идёт общение в чате или асинхронный формат обучения, то у вас вообще нет ничего. У вас остаётся только просто вербальный канал общения, который очень мало даёт. Поэтому здесь и написано, что мы общаемся по-другому. Всё, что раньше, на самом деле, незаметно работало в офлайн, на педагога, в онлайне, это просто отсутствует. Интонирование присутствия в одном пространстве, канал общения. У нас было много каналов общения, по которым мы получали энергию от своих учеников, от группы, и по которым мы следили за тем, чтобы процесс обучения, вовлечения шёл равномерно, классно к тому результату, которому мы захотим. Поэтому, общаясь дистанционно со своими группами, очень важно развивать себе, что называется, такую пунктирную эмпатию, дистанционное подмигивание, умение касаться другого часто осознанно, часто умышленно, но подавать вот эти сигналы, что я здесь, я тут, и учить группу, давать вам сигнал, мы тут, нам так, мы вот туда идём. Очень важно транслировать определённым образом свою энергию и внимание. Я сейчас прошу вас просто в двух словах написать, потому что у нас время уже подходит к концу, мы ещё не до конца не дошли. Как вы транслируете своим ученикам энергию и внимание? Может быть, какие-то есть у вас супер-классные способы, ваши лайфхаки, вы что-то придумали, как вы преодолеваете вот этот вот вакуум человеческого контакта, вакуум рапорта, что-то, может быть, вы такое делаете осознанно, осмысленно, чтобы передавать энергию и внимание ученикам. Если что-то из этого есть, напишите, пожалуйста, в чате, поделитесь. Буквально у нас несколько минут на то, чтобы это обсудить. Если вдруг тяжело формулируется, вы об этом не задумываете. Так, ага, спасибо, Анна. Вопросы, задания. То есть какие-то вопросы частые, да, задать больше интерактива, чтобы вы поднимали вот эту энергию, да, чтобы было ощущение, что группа есть, они вам дают, и вы их спрашиваете, вам не все равно, спят они или что-то отвечают. Еще, может быть, кто-то что-то. Выключаю камеру, включаю фотографию. Так. С кошкой прекрасно. Прекрасно. Да. Вот все, что дает возможность почувствовать вас как человека, а не просто робота, который заменил педагога, да, это всегда прекрасно, хотя это может быть не входить в какие-то нормативы. Даже фотография кошки. Какие-то неформальные разминки. Некоторые используют двигательные активности. То есть все это работает на нас. Из моей практики результативно повышение интерактивности. то есть на самом деле многие педагоги это отмечают. Если раньше можно было позволить себе там, не знаю, по 20 минут сет вот из такой мини-лекции, да, то сейчас нужно гораздо чаще. Чуть ли не каждые там 5 минут, чуть ли не каждый слайд, не каждую какую-то небольшую тему бросать в формате пинг-понга в группу и получать от них какой-то ответ. Менять активности по-разному. Добавлять обязательно это очень действует что-то двигательное. Потому что есть такое явление, о котором я сейчас не говорю, фабрика кирпичей. Дело в том, что мы вроде бы дистанционно присутствуем, вроде бы все наше внимание сейчас в цифровом мире, но оно триггерит нас, в нас определенные эмоции, но эмоции же живут в нашем теле и в теле ваших слушателей, ваших учеников. Поэтому очень важно и проживаются они там. Поэтому все, что связано с задействованием двигательных активностей, это просто обязательный формат для дистанционного обучения. Любые разминки там, пальчиковые, встать, некоторые используют потанцевать, все это работает точно на вас. Вот каждые 7 минут пишут, да, совершенно точно. так как у нас с вами немного времени, просто ответьте вот еще на один такой вопрос, культурный выбор тоже нам поможет в эту тему зайти. 24 на 7, как вы считаете, если мы говорим о чатах с вашими учениками, да, поддержка ваших курсов, ваших групп, как вы считаете? Да, сообщение можно отправлять в любое время, вот, потому что режим присутствия в чате настраивается индивидуально каждому из участников, то есть кто-то хочет, но очень не получает сообщение, просто отключает уведомление, это его работа. Или вы считаете, нет, сообщение отправлено в нерабочее время, это неуважение к участникам чата. Вот, давайте посмотрим, просто такой срез сделаем сейчас ваших ответов. Нет, нет, да, нет, трудности с питомцами, согласна, есть такая норма вообще, показывать или нет, пить, кстати, или не пить воду в кадре, это все. Да, очники и заочники, да, да, посмотрите, какие разные ответы, я вам тоже неспроста дала эту норму, она действительно часто вызывает разногласия, это повод начать дискуссию на эту тему и обсуждать. Часто человека раздражает, например, начать сообщение, просто потому, что он технически недостаточно подкован, не знает, как установить время покоя, не знает, что вовремя нужно отключить там уведомления, а другую сторону может раздражать, что он там долго отвечает, просто потому, что вы не проговорили, не предупредили, что, друзья, вы пишите мне в любое время, но я отвечать буду в рабочее время, вы не переживайте, мне надо восстановиться, поделать домашку, я все увижу, но отвечу там в самом формате. Все нормы, они созданы для того, чтобы их обсуждать. Это площадка для дискуссии. И вот здесь мы подходим к следующему явлению, о котором второе я хотела с вами поделиться, хакинг границ. Здесь я просто дам вам прочитать, и мы быстро пойдем дальше, потому что я хотела в конце поделиться с вами двумя полезными упражнениями на базе эмоционального интеллекта. А осмыслить вот это, вот и хакинг границ, вы сможете уже самостоятельно и можете обсудить с вашими учениками. На самом деле с выходом в цифровую реальность произошел просто хакинг границ, то есть их как будто нет. Очень легко охранять свои границы, границы педагога, границы слушателей, границы группы, когда они физические, то есть если мы говорим о границах нашего дома, я закрыла двери, установила замок, и все прекрасно. Никто посторонний в мой дом не зайдет. Все классно, здорово, понятно, как это охранять, там у меня мое личное пространство. Но как только границы становятся неосязаемы, это все в цифровом мире. Их сложно охранять, они тут же стираются. Поэтому, я думаю, вы часто наблюдали по себе, по окружающим поставить огоньки, когда вот уже граница между личным и профессиональным начинает стираться. Там особенно, когда педагоги начинают вести социальные сети, ученики социальные сети. Как педагог в социальных сетях может общаться с учеником или не может? Как он должен это делать? Можно ли размещать свою кошку в социальных сетях? Границы вот этого времени 24 на 7 норм, о которой мы сейчас говорили. Как это все охранять, когда это сложно осязать? Вот ваши огоньки показали, что действительно вы замечали это актуально. Поэтому очень важно тоже, опять же, учиться с невысокой интенсивностью эмоций проговаривать границы, в том числе ваши, как преподавателя, границы группы, обсуждать их и договариваться о том, где вы поставите пограничные колышки, почему не будете заходить на эту территорию. Это тут же снимает ненужное напряжение и латает некоторые энергетические дыры, которые могут возникнуть. Потому что, когда человек, например, требует от своих учеников обязательно включить видео, он тоже нарушает эти границы, о которых я вам говорила. Итак, где брать энергию в дистанционном обучении? Потому что нам нужна энергия. Мы должны получать кайф, удовольствие от работы. Здесь просто быстро я обозначила три ветки, которые как раз и дают вот эту энергию, и мы должны осознанно идти к ним, осознанно делать так, чтобы в ваших программах это было. Должен быть интерес, любопытство, азарт, все связано с этим. Все то, что противоположно скуке. Именно вы знаете и чувствуете, когда у вашей аудитории интерес проходит и где нужно поменять какой-то фокус внимания. Именно ветка радости, которая наверх идет, безмятежность, радость, восторг, радость открытия, радость победы над преподавателем в какой-то дискуссии, радость того, что я оказалась лучше в группе, радость развития, продвижения, миллион всяких вариантов радости. Да, это тоже дает именно энергию. Этого не может быть 100%, потому что 100% это секта, это неадекватные эмоции, это не эмоциональный телег, не здоровая психика. Но должны быть вспышки радости, которые определяют как раз жизнестойкость. Если у вас так организован курс почему-то, что вы чувствуете, что вообще в группе радости не случается никакой, никаких шуток, ни юмора, никаких разрядок, значит, что-то не так. Надо немножко что-то подключить, поднастроить. Вот Майя классно написала удивление. Да, удивление вообще это классная эмоция, переключатель. Именно через удивление построены всегда ораторские курсы, весь юмор построен на удивление. Если вы можете переключить внимание учеников, заставить их удивиться, они точно как минимум просыпаются, они точно выходят из тревоги, из скуки, из какой-то грусти, и вы можете их перенаправить в другое русло. Удивлением опытные педагоги классно пользуются, поэтому спасибо за это. Ну и, наконец, ветка восхищения, доверия, принятия. То есть ресурсная, спокойная, ее тяжело иногда отследить, но опытный педагог, он всегда авторитетен для своей группы, умеет это выстроить и умеет даже в дистанционном общении выстраивать доверительную среду, чувствовать, группа ему доверяет, он для них авторитет, или она, или нет. Поэтому это те вещи, которые нужно осознанно вот так вот брать и дорабатывать, чтобы это обязательно было. Без этого только на страхе, грусти и скуки, конечно же, результатов не будет тех, которые будут на интересе, радости и доверии. Ну, прям вот одно слово, если можете тезисно написать в чате, что помогает вам поддерживать вовлеченность учеников. Есть какие-то суперклассные способы, кроме тех, о которых вы говорили выше. Ваши способы поддержать вовлеченность учеников. И я в конце поделюсь с вами двумя упражнениями на базе эмоционального интеллекта, которые вы уже можете брать в ваших группах и использовать. Итак, что же помогает вам поддерживать вовлеченность учеников? Мы говорили о том, что внимание быстрее рассеивается, тяжело концентрироваться, самой быть заинтересованной это суперклассно. Потому что когда преподаватель выгоревший, когда ему неинтересно то, что он дает, это очень чувствуется, даже на расстоянии. И очень плохо влияет на группу. Голосование. Супер. Все голосовалки. Да. Интересная тема. Да. Интересная всем сторона. Темп занятия. Да. В зависимости от группы должен темп определенный быть. Иногда слишком медленно, зависание, тут же внимание уходит. Музыка, микрообучение. Да. Обещаю отличные отметки для всех. Супер. Вопросы. Обращение к личному опыту ученика обязательно. Потому что мы сейчас все перешли в концепцию пир-ту-пир, когда преподаватель уже, естественно, не просто сверху что-то дает, так как много источников информации и часто в каких-то вопросах нужно переходить в принятие в том аспекте, что ученики могут знать даже больше и могут способствовать и вашему развитию. Поэтому обращаться к их личному опыту это очень сильное продвижение всех вперед. Говорить на равных вот об этом же не бояться неудобных вопросов. Это как раз про доверие, обсуждение голосования, открытое, сдверительное отношение, эмоциональность, смена деятельности, написание общего конспекта. Супер. Спасибо. Если вы еще потом можете дополнительно с группой это как-то дообсуждать, это только будет в плюс вашим общим результатам. Итак, я делюсь с вами двумя коротенькими полезностями, упражнениями, которые вы можете с собой взять в свои группы. Итак, эмоциональная разминка. По-разному можно применять, на самом деле я это использовала и в очном обучении, прекрасно это работает и с детьми, и с подростками, и со взрослыми. Когда вы берете какую-то схему эмоций, вы можете взять из слайда предыдущих, несколько слайдов назад, я вам показывала ромашку эмоций Роберта Плутчика, можете ее взять, она очень интуитивно хорошо ложится, понятно, можно взять любое другое, но вы просите, к примеру, в начале вашего мероприятия поздороваться каждому в какой-то иной эмоции, так, чтобы другие угадывали. То есть, условно, кто первый там поднимает руку, он сам наугад выбирает любую эмоцию, в этой эмоции он приветствует учеников. Все должны угадать. Тот, кто угадал, берет какую-то другую эмоцию, они в итоге должны пройти по всем эмоциям, в ней транслируют свое приветствие, все должны угадывать. Не напряжно, легко, мы раскачали немножко эмоционально себя, прошлись, покривлялись, поактерствовали, но очень классно, легко, эмоционально зашли в непростую тему. У взрослых это даже работает, можно брать хопу, трехстрочные стихи и учиться, например, рассказывать их в одной эмоциональной линейке. То есть, у вас есть, например, досада, злость, гнев. Вы берете хопу, три строчки стиха и должны рассказать, так, первая строка, досада, потом, чтобы в злости и в гневе, а другие угадывают. Это прекрасно способствует расслаблению, раскачиванию, кстати, тоже сплачиванию вашей группы. Это упражнение эмоциональная разминка. И, наконец, нет, с упражнением, как вы сейчас. Это суперполезно для работы с вовлеченным, для того, чтобы вам проводить диагностику группы и понимать, что происходит. Я всегда это делаю на группах взрослых. Тоже обязательно в начале мероприятия и обязательно в конце. Опять же, вы можете взять мою ромашку эмоций, которую я вам показала. Вы ее выгружаете через демонстрацию слайдов и просто спрашиваете. Либо, если участники вас умеют рисовать, они могут нарисовать, где они сейчас. Просто галочкой. И вы тут же видите, что у вас сейчас за группа. В каком состоянии они к вам пришли. С чем вам работать. Возможно, вы сразу увидите что-то, что мешает уже в начале и проще в начале будет с этим разобраться. Например, вы увидите, что они все в тревоге или в скуке, что такое, что с тем и не так. Вы сначала уже можете развернуть фокус обучения другой группы. Или, наоборот, вы увидите, что все в принятии, в интересе, в безмятежности, классный настрой подходит в вашей работе. Обязательно в начале не забывайте себя, кстати, отмечать, как вы сейчас, как вам сейчас. И обязательно в конце, чтобы понимать, с чем они уходят. Где-то чего-то не хватило. Нормальный это заряд на продолжение дальше обсуждения, на выполнение домашних заданий, на то, чтобы они пришли на продолжение к вам и не соскочили с обучения. Это очень полезно на диагностику обучение. И вот прямо сейчас я вам покажу даже, как это делать. Давайте мы вернем вот сюда. Вот это наша ромашка эмоций плучика. Я прошу вас сейчас просто в чате, мы не будем рисовать ничего, просто как вы сейчас. Вот просто сейчас вашу эмоцию напишите, пользуясь теми терминами, которые я предлагаю вам на экране, и это будет такое прекрасное завершение нашего вебинара. Доверие, доверие, интерес. Если есть возможность у вас визуализации в С-группе, вы это используете. Классно, когда можно галочку поставить. Прекрасно, полна вдохновением. Спасибо большое. Принятие, интерес. Я тоже с своей стороны схожу. Я где-то между доверием и восхищением нахожусь, но удивление, хотя тема для меня уже вроде как даже может быть скучная, я уже знаю, обкатанная миллион раз в разных форматах, но я почувствовала от вас, несмотря на то, что мы только в чате получала вот этот пинг-понг от ветки от вас, я почувствовала, насколько вы вовлечены в это, насколько вы уже задумываетесь над тем, как работать с эмоцией группы, насколько вы активные, заинтересованные преподаватели, но вы бы не пришли на этот вебинар, правильно? Вам бы это было все равно, если вы были равнодушны. Это, конечно, вызывает у меня восхищение, доверие. Классно, что я... Спасибо за ваши ответы. Вот смотрите, мы прямо находимся в зелено-желтых ветках, вот правый верхний угол, это здорово. Удивление тоже, Людмила, прекрасное. Эмоции всегда, когда в нашей картине мира что-то пошло не так, перезагрузка, легкая остановка, затормаживание каких-то процессов для того, чтобы потом обновиться. Это прекрасно. Спасибо вам большое. Я перехожу к завершающему слайду. Приглашаю вас на курс эмоциональный интеллект в дистанционном обучении. Там мы будем усиливать все четыре ветки вашего эмоционального интеллекта, который уже есть. Он у вас совсем на очень неплохом уровне развития. Я вижу, даже по чату находится. Мы будем исследовать 17 явлений сети, которые влияют на ваших учеников. Вы сможете это взять для обсуждения с ними и для обогащения вот этим вот актуальным контентом ваших программ. Два из них мы сегодня рассмотрели. Хакинг, граница, ее укасание. Еще 15 есть. Научимся формировать цифровую культуру ваших учеников вашими руками обсуждать и договариваться. Вы освоите техники управления эмоциями, в том числе в дистанционном обучении. Ну и, наконец, самое главное, на этом курсе вы минимизируете свой профессиональный стресс и максимизируете профессиональное удовольствие. Для тех, кто хочет дружить, приглашаю вас в ВКонтакте на свою страничку и, наверное, если можете по одному слову, с чем полезным сегодня уходите, написать в чате, это будет классное такое завершение для меня, как для спикера, какая-то обратная связь. И я вас буду ждать на курсе. Такая редко выпадает возможность. Я редко в таких форматах что-то провожу, чаще всего работаю в корпоративных форматах. Спасибо большое за ваши слова. Мне очень здорово, что педагоги такие легкие, такие открытые, такие думающие. К сожалению, все мы с вами сталкиваемся, не всегда педагоги такие бывают. Я всегда рада, когда вижу таких и когда нахожусь с вами в одном пространстве. Это можно рассуждать, думать. Как только человек может думать, рассуждать и давать свою эмоцию и брать ее адекватно у других, тут же будет суперрезультат, супергруппа благодарных учеников и классный результат. Никакого профессионального выгорания, сплошное удовольствие. Ну что, на этом тогда я прекращаю свое вещание, выхожу. До скорых встреч. Вам желаю классных учеников, программ. И чтобы цифровая реальность была нам только в помощь, только облегчала и повышала вот это удовольствие от процесса. Спасибо вам за ваши отзывы, они мне очень цены. Все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok